Сегодня, друзья, гребцы и чистый понедельник. Именно так он называется, кахара дефтера. Сегодня по традиции мы будем кушать бакалярус с курдаля. Это значит какая-то рыба бакалярус, не знаю как она по-русски называется. И такой типа соус с курдаля, который сейчас я буду делать, покажу вам. А рыба, она сама по себе очень соленая и ее солить даже не надо. На сковородку кастрюлю не обращайте внимания, она черная. Она не мытая, я к ней однажды красила яйца и на всю жизнь покрасилась кастрюля. И ничем это не отмывается, я ее искрекла и искусала уже. Короче, вот это вот куркутти. Вот это значит вот фигня. Это не кляр там или как это называется? Ну кляр по сути. Но он не без яиц там без всяких и без этого. Это делается из пива и муки. Я еще добавила сегодня сюда манки. Так, а с курдалю короче так делаем. Вот я вот столько возьму чеснока. Думаю, достаточно будет, чтобы не сильно зловонно потом вот это вот всем рыгать. А сейчас я натру его вот на такой мелкой терке. А дальше значит у нас идут грецкие орехи, которые я перемолю в блендере. И потом значит с размоченным чуть-чуть хлебом все это перемешаем и добавим туда уксус, если он у меня есть. И оливковое масло, соль значит чуть-чуть по вкусу там. Ну давайте сейчас будем смотреть на весь процесс. Так, чеснок я натерла, орехи значит на блендере перемолола. Так, дальше нам понадобится размоченный хлеб, который мы значит хорошо-хорошо вот это вот размачиваем. И отжимаем в воду и перекладываем вот сюда. Так, чуточку соли, оливковое масло. Уксус яблочное нашла значит. Потом вот это вот смешиваем вот это. И значит потом сюда упалываем. И вот такой вот штукенции пошмякаем сейчас. Смотрите, здесь что важно? Важно, чтобы хлеб хорошо перемололся. А чеснок очень хорошо по всей массе распределился. Значит, чтобы перемешалось это все очень хорошо. И вот такой замечательный получается соус. А чесночник, который называется по-гречески скорбаля. Вот все, я ее сразу сделала в салатнице. Ну, мы так по-домашнему. Вы можете переложить, если у вас для праздничного стола, в другую салатницу. Вот пробуем. Я чуть-чуть досолила. Вы пробуйте, что требуется. Может быть, чуть-чуть требуется масло или уксуса побольше. У меня получилось идеально. Так, все, вот такая вкуснотища. И потом это вместе с рыбкой. Очень вкусно поедается. Здесь у меня жается вторая партия рыбе. Чесночник весной еще и очень полезный. Потому что, смотрите, здесь столько грецких орехов, чеснок, уксус и оливковое масло. И все это с хлебушком, чтобы не было ожелка желудка. И можно вообще рыбу есть уже без хлеба, если есть ее с чесночником. Короче, витамины в чистом виде. Всем рекомендую это попробовать. Это очень вкусно. Может быть, выглядит не так вкусно. Я тоже когда первый раз увидела, в шоке была, что за Г. Но на самом деле это не Г. Это очень вкусное сочетание. И местные жители, наверное, что-то в этом понимают, толк разделают. Просто некоторые хозяйки греческие, не чеснок, а этот. Чеснок можно, кстати, через чеснокодавилку, но у меня такой нету. А орешки можно не в блендере сильно размельчать. Мне нравится, когда так сильно размельчены. Некоторые хозяйки так, просто этой скалочкой долбят. И получаются крупные орешки. Но мне так больше нравятся, мелкие. Примерно так все это подается. Вот готовый кусок рыбы. Бакалярус это такая рыба, в которой почти нет костей. Если есть, только очень крупные. Берем вот так с курдалю. Берем кусок нашей рыбы и отправляем все это в ротик. Друзья, это потрясающе вкусно. Приятного всем аппетита. С праздником всех. С началом великого поста. До новых встреч. Не забудьте подписаться на наш канал. Мы вас еще чем-нибудь таким интересным удивим.